Астана. 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 Профессор. В начале беседы я по традиции предлагаю посмотреть сюжет, который подготовили мои коллеги, и затем начнем беседу. Хорошо. В Национальном музее Республики Казахстан в рамках проекта «Мировая культура и современное искусство» открылась выставка «Во времени и в пространстве» казахстанского скульптора и архитектора Сакена Нарынова. На выставке представлены 16 произведений, которые являются эстетическими объектами и сложными техническими изобретениями. Экспозиция строится по принципу символического космического пространства, где большая часть объектов предстает в подвешенном состоянии. Парящие воздухи, они словно нарушают законы гравитации. Выставка примечательна тем, что в одном пространстве собраны такие разные, но очень интересные работы. Это размышления художника о том, что такое космос, что такое галактика и какое значение имеет человечество во всем этом пространстве. Скульптуры Сакена Нарынова выполнены из сетки. Будучи прочным материалом, она четко обозначает границы объекта, сохраняя при этом его прозрачность и давая возможность постичь внутреннее устройство сложных визуальных форм. Вселенная и антивселенная становятся ключевой бинарной оппозицией творческого поиска Нарынова. Обращаясь к новейшим достижениям современной науки, автор соединяет различные области знаний, математику и астрофизику, космологию и топологию, направленные на изучение символических представляемых пространств. Работы Сакена Нарынова – это скульптуры, представляющие современное искусство. Я уверен, что они смогут внести новый виток развития в современный облик нашей столицы. Значение разработок Нарынова в области топологии высоко оценил ученик и последователь Альберто Эйнштейна, известный американский ученый Мартин Гарднер, отметив в личной переписке, что Нарынов заглянул так далеко, как никто другой. Вы свою персональную выставку назвали «Во времени и в пространстве». Скажите, что вы хотели этим сказать? И показать, конечно. Да. Каждый человек представляет собой огромный мир. Пространство и время нам показывает или живет каждый человек. Так или иначе, он связывается с пространством и временем. Вот что значат эти понятия для вас? Время и пространство? Для меня это две философские категории, которые связаны между собой. В своих работах я хотел показать эти вещи в процессе. То есть в движении. Да, то есть в движении. Совершенно верно. Ваши работы, они не статичны. Как правило, они, как вы говорите, во времени, в пространстве и в движении. Вот я знаю, что вы для этой выставки отобрали 16 своих работ. Каковы были критерии отбора? Критерии отбора были очень тяжелые. Потому что мы хотели одни работы, но мои ребята и моя совесть выбрала только эти знаковые работы, которые как раз говорят о пространстве и времени. Наше пространство – это наша Вселенная. Она зародилась, астрофизики говорят, 13,5 миллиарда лет тому назад. И мы как бы сейчас переживаем середину рассвет. Я, конечно, не астрофизик, не математик, не геометр, а я архитектор. Но мы как раз в работах связываемся с этими категориями. А вот интересно, скажите, Сакин Жамартович, вот как рождаются ваши творения? Мои творения рождаются, конечно, не разумом, потому что разум уже ученые те астрофизики открывают, а скорее всего эмоциями. И разумом тоже, конечно. Они рождаются, потому что я их люблю, потому что я их отец и мой. Спонтанно или же все-таки это что-то вот такое, последовательность ваших мыслей, долгих каких-то размышлений? Как вы к этому идете? Кое-что спонтанно, а кое-что в течение долгого-долгого времени они выходят на свет. Какие работы были самыми спонтанными? Вот вышли или по улице, или же вот сидели, да, не задумывались об этом, и пришла к вам идея эта? Помните? Я помню одну работу, которая мне приснилась, но она приснилась во всех цветах, и мне приснилась некая галактика, которая играла со всеми цветами. И вот комета Галлея была синего цвета, а планета Земля красного цвета. И когда я пришел на работу, я начал их красить в эти определенные цвета, которые, так сказать, спонтанно пришли из сна. А какая работа у вас самая любимая? Нет, у меня нет самых любимых, они все любимые. Сколько вообще творений вышло из ваших рук? Можно сказать, волшебных. Все ли вы их храните, или бывает так, что вы их часто дарите? Нет, в отличие от некоторых художников и архитекторов, которые более добры, чем я, я храню в сердце свои работы. Я пунктуально, педантично их складываю, пронумерую иногда. Пишите, когда оно было сделано? Да, пишу, когда оно было сделано, и ставлю даже хронологию. Поэтому я хочу создать даже свой музей. Где размещаются, интересно, все ваши экспонаты? Потому что в обычной квартире, наверное, их уже все-таки не вместить. Экспонаты я храню в своей мастерской, которая уже не вмещает эти работы. Вы наблюдаете, как меняется ваш почерк с годами, ваше видение, ваше мировоззрение? С годами они становятся менее красочными, менее цветастыми, более акцентируются на какой-то мысли. Мы знаем, что кинорежиссер, тот, который делает знаковые хорошие вещи, не пользуется всеми цветами. То есть у него не цветной фильм иногда, а черно-белый. А почему так? Кстати, я тоже недавно разговаривала с одним известным фотохудожником. И он тоже, несмотря на яркую цветовую палитру, которую можно сейчас увидеть, он предпочитает черно-белое изображение. А потому что он не хочет вот этого многословия. Ну, скорее всего. А у вас как? Я не хочу много рассказывать, больше, чем нужно, о какой-то вещи. Я не люблю многословия. Этим выражено, что к этим годам я предпочитаю два-три цвета. А какие цвета у вас самые любимые? Белый и черный. Белый и черный. Белый и черный. И третий? Красный иногда. Фиолетовый иногда. Кроме того же, я занимаюсь архитектурной практикой. И в проектах тоже избегают цветов. Максимум внимания на самом главном. То есть делать акцент на самом главном. Да. Вот, например, у вас, наверное, очень красивые губы или глаза. Я, если буду рисовать, я буду это подчеркну, остальное как бы затушую. К этому времени, до которого я, так сказать, стую, я больше люблю пустоту. Например, на планшете я рисую объемы, но в них больше пустоты. Меньше и в скульптуре тоже самое. И в архитектуре многое недосказано, что этот человек, который смотрит, сам немножко дотянул до... Мог додумать. Мог додуматься. Дофантазировать, возможно. Дофантазировать, да. Я смотрела ваши работы, и несмотря на то, что многие из них выполнены из тяжелых, прочных материалов, все-таки в них проскальзывает вот эта прозрачность, о которой вы говорите. Да, вот. В чем задумка этого? Вот наши преподаватели... Я учился очень хороших преподавателей. А кто были ваши наставники? Моим наставниками был Малгабар Мендикулович Мендикулов, Ратушный, ну, можно сказать, Белоцерковский и другие архитекторы, которые как бы дотянули нас до своего роста. Ну, кроме того, я много читал, и это все сказывается. Кто или что привело вас именно в этот мир, в мир скульптуры и архитектуры? Мама моя, она была рукодельница, простая. Она сидела, вышивала, хорошо готовила. Вот. И все вот ее теплота, как и у вас, как и у каждого, она передалась мне. Мать была просто женщина, а отец был просто работник, работал. Скажите, в каком возрасте началось вот увлечение рисунками, графикой, ну, и скульптурой? С первого класса. А может быть, еще раньше. Вот глиной мы лепили разные ручейки, плотины делали, что-то вырисовывали. Я вот что этим хочу сказать, что увлечение вот компьютером, увлечение другими вот такими визуальными штуками современными не делает ребенка творческим. Отдаляет его от творчества? Отдаляет, да. Он должен рисовать, что-то лепить, бегать по крышам, делать какой-то свой маршрут. То есть познавать этот мир, какой он есть, да? Да, какой он есть. Чувствовать, ощупывать. И даже не такой, как он есть. А вот как вы считаете, как можно вообще вот с малых лет привить ребенку любовь к искусству, к творению? Что для этого нужно делать? Я думаю, что ребенок сам художник великий, и сам поэт, и сам вот. Только надо это поддержать и вести его дальше. Вот неправильное обучение. Вот наша глупейшая ошибка первая, неправильная. Мы его, у него есть какие-то навыки, какой-то талант, а мы его повели в другую сторону. Я знаю, что вы очень часто работаете со студентами, преподаете. Вот скажите, чему вы учите своих студентов? В первую очередь. Что нужно для того, чтобы стать действительно профессиональным, хорошим скульптором и архитектором? Давались предметы, которые бы казались ненужными. Начертательная геометрия, где это вообще был большой спрос у студентов, и мы хорошо обучались вот этому предмету. Предмету физики, математики, наоборот. Я касаюсь только архитектурной школы. Сейчас это не совсем, эти вещи сохраняются. Жанера, вообще надо детей обучать хорошим эмоциям, хорошим чувственным, таким познавательным навыкам. Нам нужно, чтобы этот прекрасный мир с его чувствами, с его вообще веяниями, какими-то тонким вещам, чтобы он обучился. Я заметила такую тенденцию, что во многих ваших выставках большая часть ваших экспозиций представлена вот именно в движении и в воздухе, то есть парящие в воздухе. Чем вы можете это объяснить? Они многие вокруг пространства и времени. А пространство, вот наш космос, не имеет гравитации. То есть он все висит в воздухе, планеты, вокруг своей орбиты. Вы любите экспериментировать? Да. И часто переделываете свои работы? Часто переделываю. Сто раз даже. И мне скажут, Сакен, здесь вот неправильно, я вот начинаю искать. Любая критика для меня действует, я это подправляю. Но в конце, когда я нахожу, никто не может убедить меня в обратном. Я сейчас продемонстрирую одну. Везде, где я рассказываю об этих, я... Это показываю. То есть вы нам сейчас хотите показать одно... Одну свою небольшую разработку, в котором я был когда-то очарован, удивлен. А что это за разработка? Ученый мебиус такой. Выдумал вот этот лист мебиуса. Я ее беру, разрезаю на две части. И сколько получится полос? Получилось одно. Теперь я разрезаю эту. Тоже, видите, как бы это... Скреплено. Да. Делим напополам. Напополам. А теперь сколько будет же нах? Наверное, опять так же. Одна полоса. Вот. Вот это нравится детям. Получилось две. Потому что вот эту я скрутил не так, как эту. Вот. Потом вот эту мы сделали, а потом начали красить один в синий, а другой в красный. Вот я же говорил, этот комета Галлея и планета Земля. То мы получили такую штуку, в которой ходит планета Земля, а с той стороны комета Галлея. И они делят эту поверхность пополам. Она не разделяется. И вот на это я получил изобретение. Вы были признаны изобретателем СССР. Да. За эти разработки? Да. Разъемную жесткость соединения труб, мобильный объемный блок на рынок. Я хочу сказать о том, что вот значение вот ваших этих разработок высоко оценил последователь Эйнштейна, американский ученый Мартин Гарднер. И оказывается, в одной из личных переписок он писал, что Сакен Нарынов заглянул так далеко, как никто другой. Да, ну заглянул далеко только вот в этих делах. Я заглянул, да. Я заглянул в маленькую щелку и увидел огромный космос. Наверное. И был удивлен всем вот этим вещам, которые были до меня, и которые меня обучили, и которые сам я придумал. А вот расскажите, пожалуйста, о ваших творческих планах на будущее. Вот. Если кратко сказать, я занимаюсь вот пространство и время, и другие бинарные оппозиции, я занимаюсь вот этим плюсом, минусом, симметрией, антисимметрией. Вы очень часто выставляетесь за рубежом, и вот как воспринимают ваши работы? Вот в Англии, вот люди смотрели на мои эти работы. А вот насколько ваши работы понятны им? Это совсем другой мир, другой менталитет. Иногда они непонятны. Вот. Но вот кто читал, кто подготовлен, тот поймет. Вы хорошо задали вопрос. Дело в том, что самое хорошее произведение, понятно, должно быть всем. Значит, я не дотягиваю где-то, чтобы все понимали. Я немногословно, иногда навязчиво, иногда одно и то же говорю, что жизнь удивительна и прекрасна. Сакин Жамартович, спасибо за интересную беседу и за ваше интересное творчество, действительно, которое, возможно, понятно не всем, но оно действительно притягивает к себе, приковывает внимание и позволяет заглянуть глубже и, может быть, увидеть в нем что-то свое. Желаю вам творческих успехов и новых интересных работ. Спасибо. Спасибо вам. Ну, а телезрителям я напомню, что сегодня у нас в гостях был известный казахстанский скульптор и архитектор Сакен Нарынов. Нашу программу вы также можете посмотреть на сайте bmtv.kz. До встречи в эфире. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!